Сухарики Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить очень вкусные сухарики, которые отлично пойдут под пиво или в какие-нибудь салаты. Сухарики мы эти не будем запекать в духовке, мы их будем жарить на сковороде и они получатся очень вкусные. Нам для этого понадобится батон, желательно уже порезанный, его просто легче потом дальше резать. И еще нам понадобится чеснок, соль, желательно морская, оливковое масло и любые специи. Я для своих сухариков взял кориандр, хмели-сунели, красную паприку, а вы можете взять любые специи, которые вам нравятся. Готовить их очень просто, сухарики отличные. Берем любую удобную сковородку, сразу можно налить оливковое масло. И начинаем туда резать батон. Режете любыми кусочками, какие вам нравятся. Мне нравятся вот такие маленькие. Кто-то режет просто длинными полосочками, кто-то крупнее. Это все по желанию. Корочку с хлеба срезать тоже не нужно. Но так все быстро делается. Сухариков достаточно много будет, поэтому добавляем еще масло. И теперь ставим их на средний огонь и будем их поджаривать, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон и подсохли. Разогреваем сковородку и начинаем время от времени перемешивать сухарики, чтобы они равномерно румянились со всех сторон. Кусочки батона стали поджариваться. Солим их, пока они полностью не высохли. Потому что в таком состоянии соль лучше пройдет в хлеб и пропитает его. Ну и продолжаем мешать. Пробуем каждый раз. И соль доводим до такого состояния, которое вам нравится. Когда сковородка уже сильно разогрелась, то сухарики начинаем мешать регулярно. Чтобы они равномерно подсыхали и не подгорали. Сейчас уже можно сюда добавить какие-либо сухие специи. Вот я добавляю хмели-сунели. Потому что запах у него великолепный. Присутствует много разных специй. И он к сухарикам пойдет прекрасно. И добавляю красную паприку. Кто любит острое, к пиву например, то можно добавить острый красный перец. Тоже будет отлично. И все хорошо перемешиваем. Уже запах пошел отлично. Делаем самый маленький огонь. Чтобы сухарики не горели. А только высыхали. Пробуем. И специи добавляем те, которые вам нужны. Вот я еще добавлю хмели-сунели. Ну вот, сухарики уже подрумянились. И почти высохли. Жарим пока они полностью не высохнут. И не начнут хорошо хрустеть. Ну вот, сухарики практически готовы. Они хорошо подрумянились. Подсохли. Теперь мы газ выключаем. И продолжаем помешивать. Чтобы нижний слой все равно не подгорел. Пока сковородка немного не остынет. Или придется их тогда переложить в какую-нибудь другую посуду. Вот такие получаются сухарики. Пока они еще горячие. Выдавливаем сюда чеснок. Количество по желанию. Сколько хотите. И хорошо перемешиваем. Запах просто чудесный. И опять чеснок. Перемешиваем так пару минут. Чтобы чеснок хорошо вошел в каждый сухарик. Теперь накрываем их. И оставляем так примерно на пол часа. Чтобы они хорошо пропитались запахом. И все, сухарики готовы. Очень вкусные. Пробуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...